В своей инаугурационной речи 20 января 1961 года он послал явно дружественный сигнал СССР. «Будем вместе исследовать звезды». Таким был его призыв. И проект совместного полета на Луну уже был готов. Из-за совместной действия были знаменитые академики Королев и Келдыш. Но мечте 35-го президента США помешал коммунист Никита Хрущев. «Луну американцам не отдавать», — сказал советский лидер. Сам же Джон Фит-Жераль Кеннеди будет, как известно, таинственно застрелен. В отличие от смерти, короткая жизнь этого незаурядного человека хорошо изучена. Генеалогическое древо семейства Кеннеди — это банкиры, промышленники, политики. Происхождение, образование, обширные связи и собственная целеустремленность сделали в 1947 году 30-летнего героя войны с Японией конгрессменом, а спустя пять лет — и сенатором. В 1960 году Демократическая партия выдвинула 43-летнего политика кандидатом на пост президента страны. Прошедшие в канун выборов первые в истории США теледебаты показали Кеннеди самой лучшей стороны. Но справедливости ради нужно сказать, в борьбе с Никсоном предпочтения Кеннеди были отданы, как показали опросы, в немалой степени тому, как он выглядел на экране. В инаугурационной речи новоявленного президента мы находим и такую фразу «Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что можете дать ей вы». Нечто созвучное он сказал о Всевышнем. «Не просите у Бога легкой жизни, а просите, чтоб Он сделал вас сильнее». Так говорил 35-й президент Соединенных Штатов Америки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова